В начале сессии был назначен председатель контрольно-счетной палаты города Сочи. На эту должность переизбран действующий руководитель органа, который занимал это место в последние пять лет Владимир Астафьев. Также в ходе сессии были утверждены схемы многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов городского собрания Сочи. Голосование состоится уже в сентябре. Таких округов в городе утвердили 15. Также одним из важнейших стал вопрос изменения плана приватизации. На сессии сообщили, что в муниципальную собственность будет передан 51 дом из известного поселка в Амеретинской низменности. Естественно, мы планируем, поставив план приватизации данной коттеджи, получить ту необходимую выручку, чтобы закрыть те социально правильные вопросы, которые сегодня очень важны в бюджете города Сочи. Это и транспорт, естественно, это строительство подорожной карты детских садиков, пристроек и тому подобное. Это, я считаю, что очень важный вопрос. Один вопрос с повестки дня в ходе сессии был снят. Это вопрос выполнения депутатских наказов. Сейчас эта тема стоит остро в связи с нехваткой текущих бюджетных средств. Но тема поручений граждан, которые касаются социального и экономического развития города, имеют особое значение. Как они будут выполняться и какой объем финансирования на эти наказы можно направить, будет решено на специальном рабочем совещании, а затем утверждено на майской сессии городского собрания.